Спейсбой, спейсбой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой тоже хочет продать И понятное дело, чтобы побыстрее его продать Он выставляет, к примеру, на 10 голды дешевле Выставляет за 790 Потом еще человек за 780 И так руинится цена Ну а по поводу бабочки NeonKiller То она будет стоить дороже То бишь примерно 1000-1200 голды Во время руины на рынке Такой обвал цен будет В первую неделю после выхода рынка Может быть даже в первые полмесяца Но дальше мы перейдем К золотым бабочкам Очень интересные Скины на них есть И золотые бабочки будут примерно Стоить от 6000 Голды до 12000 Голды Это вообще непонятно, потому что непонятно Сколько их вообще есть в игре И сколько игроков владеют этими бабочками Поэтому рассчитать даже примерную стоимость Золотых скинов очень сильно тяжело Но сказать, какая золотая бабочка будет стоить дороже Вообще невозможно Потому что тут решает лишь только то Сколько этих золотых бабочек будет в инвентаре у пользователей И какого типа золотой бабочки будет меньше Та и будет дороже С будущего кейса мы плавно переплываем в военную кейс Протектор флип будет стоить примерно 500-600 голды А вот glow уже немного дороже От 800 до 900 голды По моему мнению Это все во время руин цен То бишь, когда рынок стабилизируется Все процентов так на 30 или 20 Я точно не знаю Потому что рынок нестабилен А уж точно будет в блок постмобайле Потому что раньше его не было Но примерно через месяц после выхода рынка Когда цены нормализуются Цены будут куда выше на ножи Поэтому если вы хотите закупиться каким-то ножом То экономьте сейчас голду И потом, как только выйдет рынок В первую неделю желательно закупайте Ну а золотой флип найф рейнбоу Будет достаточно таки дешевым для золотого предмета От 4000 примерно до 6000 голды То бишь, ну это все лишь из-за того Что флип найф не сильно пользуется популярностью Потому что у него даже анимация Открытия не сильно таки бросается в глаза И не сильно таки радует глаз Как это делает тот же М9 Либо бабочка Кстати говоря, М9 Они выпадают в летнем кейсе Который за 2500 монет И выбить М9 можно даже без доната Но несмотря на это Он будет достаточно таки дорого стоить Bayonet One будет стоить около 1000 голды А Bayonet Sport будет стоить около 1300-1500 голды Это все потому, что вообще М9 во всех играх Например, CSGO, стандов и другие игры М9 это везде статусный очень сильно нож А еще сильно в этой цене играет фактор того Что это хрупкие кейсы И там есть ширп, то бишь серое качество И вообще этот М9 очень редко выпадает Ну и последнее, что хотелось бы с вами обсудить Так это Керамбит Левис Он будет достаточно таки дешевым Потому что из хрупкого кейса Он очень сильно часто падает Ну дешевым он будет по сравнению с другими ножами А так чисто на халяву получить 100-300 голды во время Руинсен Это вообще никак не предсказать Ну примерно в максимум 300 голды он будет стоить И то это во время Руинсен Может даже доходить до 100 голды Потому что по сути нож-то есть практически у каждого десятого Он в хрупком кейсе и у него фиолетовое качество Значит его не так уж и сильно сложно выбить Ну вот такой вот видеоролик получился Не забывай, что видеоролики выходят каждый день Поэтому я думаю, я заслужил твоей активности Ну а на свете был, как всегда, Мерти Ставь лайк, подписывайся на канал С колокольчиком на все уведомления И пиши комментарии о пяти слов Чтобы продвинуть этот видеоролик в рекомендации Ютуба Всем удачи, ну и всем пока